Иловые поля Щелковских очистных сооружений – довольно неприглядный урожай, который, тем не менее, надо регулярно пожинать. К сожалению, на Щелковских очистных главный продукт деятельности предприятия скапливался годами. Предыдущий арендатор – компания «Экоэросталкер» пренебрегала нормативами вывоза осадка. В результате сейчас специальные иловые карты оказались полностью забиты отходами. Договор с недобросовестным арендатором был расторгнут. Вот сейчас по решению областной комиссии по чрезвычайным ситуациям стартовал вывоз осадка. Как проходят работы на Щелковских очистных, проверил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. По решению областного КЧС было принято решение в порядке чрезвычайной ситуации, потому что летом вот эти карты могут создать угрозу жизни и здоровью граждан, потому что при решении ПДК «Аммиака» это уже угроза здоровью граждан. Было принято решение по КЧС, значит, расчистить эти карты. За предыдущие месяцы сочистных уже было вывезено более 300 тысяч кубометров отходов. Сейчас такая работа идет в ежедневном режиме. В вывозе ИЛа постоянно участвуют порядка 15 единиц техники. Всего в этом году планируют избавиться от 55 тысяч кубометров осадка. Побывав на Иловых полях предприятия, министр отметил, что вывоз отходов не должен быть связан с главным неудобством, которого опасаются жители города – неприятным запахом. Почему я сюда приехал? Потому что в процессе технологическом, когда карту открывают, могут появиться неприятные запах. Но лучше, когда это происходит зимой, потому что это кратковременно. И, как вы видите, мы сейчас находимся, мы никого не обманываем. Здесь никакого резкого запаха нет. Я считаю, что вот это время, когда выбрано для вывоза Иловых осадков, оно правильное. Зима, воздух связывает запах, соответствующий мороз связывает запах. И проще для жителей, когда этот запах не распространяется, а связывается здесь. Поэтому 55 тысяч – это здорово. Это форс-мажор у нас уже на перспективе не предвидится. Вывоз более 50 тысяч кубометров осадка – это также первостепенная мера, необходимая для бесперебойной работы очистных. Ведь по техническим требованиям специальные иловые карты, которые сейчас полностью заняты, должны быть свободны. Эти иловые карты нужны только для того, чтобы обеспечить стабильность и неразрывность технологического процесса в период сервисных работ в цехе механического обезвожения, либо каких-то аварийных ситуаций. Всего на вывоз Ила правительство региона выделило порядка 50 миллионов рублей. Работы будут продолжаться до 1 марта. Часть осадка не получится вывести за этот период. Его планируют утилизировать в рамках новой концепции, которая будет утверждена на техническом совете при министерстве ЖКХ. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.